В шарик кого-то видит или коровы пришли, или человек чужой идёт. Для того хорошая собачка. Вот он как. Ох, увидал. А ну-ка бич подхожи ему, бич дай ему будет кусать или нет? О, чужой, 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 хорошо, 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 сейчас шарик, перетягивай его, смотри, какой отчаянный, а? Ой, ой-ой-ой, кругами ходит, да ты что тут, близко не подойди, коров вечером гонят, он тут тоже лает. Легендарная собачка маленькая, с большим сердцем. Вот сколько в лагере ребятишек, всех знает, до одного, не лает. Из деревни там Лиза придёт купать ребятишек, у нас такой порядок, что купаться обязательно с человеком, которому не меньше 16 лет, смотрящий, и хорошо умеющий плавать. Так он готов разорвать её, что она пришла. Люба соседка коврёт, лает не знаю как, но Витя уезжает, она заходит в комнату, он готов её съесть, но когда видишь, что второй раз заходит, он уже её не трогает. Вот, это у него там питьевая вода, а ну-ка, Шарик, покажи, как ты умеешь. Пошёл, угорел, всё. А ну-ка, ползи, Шарик. Шарик, ну-ка, ползи. Ползи как? Как ползи? Ползи. Какой ползи? Под гнездо сорощинное. Ну ладно, ладно. Это у него щашка, вот он к ней прибегает на пицце. О, ой, ой. А это гнездо сорощи, прислонил я его к козлам, козла пилить где-то. А он туда прорыл сбоку или как. А это гнездо сорощи, вот оно как-то сверху залазит. Видишь, у неё обмазано всё. Ну а сверху это что у ней? Вот так вот набросано, это называется крыша. Когда дырявая крыша, отец говорил, ну, как сорощинное гнездо. Сорощинное гнездо. Но коршун её не достанет. И, отец, это уже так разлетелись. И небольшое отверстие, она туда залазит. Ну а это там внизу уже сделал себе. Там тенёщик и всё это светло просвечивает. О, Михаил ходит всё время, он уже ничего. С Рыжей у него нету дружбы. Рыжая агрессивная очень, у неё и маленький. Бузка там подрастает. Ну пошли, Рыжая, пошли. Давай, уходи с дороги. Вот с крючком. Ну, проходи, проходи. Давай. Ну, Михаил мне делает корзинку. Теперь я в корзинке могу возить что-нибудь. Я её и взорвал в дребезге. Сам падал несколько раз. Эти выдры нарыли норки. Вот коровы делают дорожки возле пруда. Ну, они корову-то ногами-то проламывают и делают её шире. А я в траве-то не видать. Я еду. И еду быстро. Дорожка-то не травяная. И не вижу. Колесо-то бац. А я по инерции лещу. Велосипед сверху. У меня с сиденьем по голове. Я в траве оказался. Встал и не могу понять, в какую сторону мне ехать-то сейчас. Я перевернулся и велосипед перевернулся. Переднее колесо в ту сторону стало. Ну, я... Давай смотреть, откуда я ехал. Ага, вот оттуда. Поворачивать опять назад. Было так здесь. Овечки ушли. Я пошёл их встречать. Искать. Наконец нашёл. Где батюшка перестрел. Догоню сам, ладно. Ну, я поехал. Голову завернул. О вещах посмотреть. А тут камень. И по камня наюзом я бац. Ударился. И пыль только пошла. И в пыли скрылся. Лежу и ощупал руки и ноги. Целое всё опять. Каждый раз только думаю. Ну, кто же за меня так молится? Все молятся, Игнат Тихонович. Все молятся. Ну, сколько раз. Падал уже. Это... В прошлом году я... Или в этой зимой... Две банки взял. У меня в комнате голуби. Надо набрать пшеницы и гороху. Лущёного. Залез. А валенки надел подшитой лентой. Транспортерной. Застыли-ка ступеньки. Я как навернулся оттуда, то ещё на одной руке и удержишься. Банки полетели. Горох просыпался. И я вонзился в сугроб. Упал и лежу. И опять давай шею поворачивать. На месте. Глаза один за другим открыл. На месте. Господи, да кто же за меня так молится-то? Так. Сколько раз вот такое было? Ну, давай. Сумеешь сделать, а то тебе похвала будет от меня. Буду стараться. Да старайся ты. Так, я боюсь только у тебя отпуск скоро закончится. Да, у меня короткий месяц-то я там проболел. Ну, а ты не можешь им дать телеграмму, что я ещё на поправке на курорте? Уже должен выходить на работу. Должен. Да как жалко-то. Ты бы этот дом посмотрел, там что-то делать. Сколько ещё ты будешь у нас? До Успения. До Успения только. Одна неделька. Очень жалко. От кого-то не знаешь как избавиться, а от другого жаляешь. Не жалеешь, а жаляешь у нас говорили. Ну, с осью потом как-нибудь поправишься. Нет, я сейчас не ось. Я хочу поставить вот этот багажник сюда. Давай. На этот багажник я поставлю корзину. Ну, теперь на нём тут вообще это да. Я его сюда прикреплю. Сделаю. Ну, вот так и хорошо будет. Ох, разволновался как. Прямо ходит кругами. Лёг. Тоже сердце собачье переживает. Чужие на его территории канонической. У нас говорили, кошка гостей намывает. Откуда сидит она, с какой стороны лапой. С той стороны гости приедут. Одна у нас была в собрании. В общем, она говорит, я кошек не люблю. Я говорю, а почему, что их не любишь? Всех собак целуешь. А мне сказали, что они на суде божьем будут против человека. Я говорю, наоборот, ты должна перед ней ходить. Тихо. Что, задобрить её. Медбрат, нет у ней души. Вот это-то и плохо. Игорь Тихонович, напильничка нету никакого. Какого? Расточить отверстие вот это вот. Сейчас посмотрим. Немножко.